Приветствую вас! Сегодня мы поговорим о таком ценном ресурсе, как питьевая вода. Рассмотрим, как введение в питьевую воду дезинфицирующих агентов может повлиять на наше здоровье. Итак, начнем. Введение в воду дезинфицирующих реагентов на основе хлора, вступающих в реакцию с другими веществами, содержащимися в воде, приводит к образованию галогенированных соединений или так называемых побочных продуктов дезинфекции. Еще в 1974 году ученые впервые обнаружили образование тригалогенметанов при хлорировании природных вод. Обнаружение ТГМ в хлорированной питьевой воде привело к осознанию их потенциального негативного влияния на здоровье потребителей воды. Возможными негативными последствиями присутствия тригалогенметана в питьевой воде является снижение репродуктивных функций человека, а также тот факт, что хлороформ, бромдихлорметан, дибромдихлорметан и бромоформ являются канцерогенными соединениями и вызывают возникновение раковых заболеваний. В соответствии с директивами Совета Европейского Союза ЕС в странах Европы нормируется общее содержание тригалогенметанов в количестве 0,1 мг на литр. Агентство по охране окружающей среды США USEPA установило ПДК на общее содержание тригалогенметанов в питьевой воде для всех населенных пунктов независимо от их размера до 0,08 мг на литр. Действующий САНПИН 2,14107401 нормирует в питьевой воде концентрацию хлороформа не более 0,2 мг на литр, бромоформа 0,1 мг на литр, бромдихлорметана и дибромдихлорметана 0,03 мг на литр. Не нормируется общее содержание тригалогенметана. Факторы, влияющие на образование побочных продуктов дезинфекции, зависят от различных факторов, изменение которых может влиять на количество побочных продуктов дезинфекции в воде. Все факторы могут прямо или косвенно влиять на образование побочных продуктов дезинфекции. Как правило, исследования побочных продуктов дезинфекции учитывают две большие категории факторов. Качество воды. К этой группе в основном относят такие параметры, как pH, температура, мутность, цвет, концентрация органических соединений, питательных веществ, растворенный кислород и присутствие других видов соединений, которые могут потенциально увеличить образование П, П, Д. Также следует сказать, что температура оказывает из этих всех факторов неоспоримое влияние на формирование побочных продуктов дезинфекции. Повышение температуры приводит к увеличению образования данных соединений и ускоряет образование тригалогенметанов. Некоторые проведенные исследования показывают, что увеличение концентрации побочных продуктов дезинфекции на 25% происходит в интервале температур от 10 до 30 градусов. pH может значительно изменить образование ППД. К примеру, образование тригалогенметанов в воде при кислотности равной 8 выше по сравнению с pH равной 6. Все большее число исследований показывает, что присутствие прекурсоров, бромидов и юдидов оказывает существенное влияние на формирование побочных продуктов дезинфекции и, как правило, приводит к образованию более канцерогенных и опасных видов. Таким образом, сделаем с вами вывод. Итак, напишем на доске. Образование побочных продуктов дезинфекции. Первое зависит от температуры. Второе зависит от кислотности воды. И третье зависит от содержания органических соединений в воде. Таким образом, наличие этих трех условий приведет к тому, что при хлорировании питьевой в воде там образуются побочные продукты дезинфекции. Продолжим. Вот видите, в чем была ошибка? Вы начали писать на себе, на рабочий снос, потом вы ушли, а презентация у вас там. Точно. Вы должны писать там, где вы... Пусто. Поняла. Ну, это так, это пока для... Ну, вы записали, да? Да. Андрей, дайте мне, пожалуйста, выпустите. Нет, нет, подождите меня. Да, 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 пускай... А, подсох. Да, подсох. Подсох.